МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Вы смотрите программу День веков хронограф. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас мы расскажем вам о замечательных людях, появившихся на свет в этот день в разные годы и столетия. 6 апреля 1812 года в Москве родился Александр Иванович Герцен. Будущий прозаик, публицист, критик, философ. Он был внебрачным сыном богатого русского помещика Ивана Яковлева и молоденькой немецкой мещанки Луизы Гаг из Штутгарта. Ребенок получил вымышленную фамилию Герцен от немецкого слова «сердце». Александр вырос в доме Яковлева, получил хорошее образование, ознакомился с сочинениями французских просветителей, читал запретные стихи Пушкина, Рылеева. Герцен начал свою революционную деятельность под воздействием социалистов-утопистов. В 1834 году был сослан в Пермь, а затем в Вятку. А вернувшись в Москву, Герцен стал одним из вождей западников, вел борьбу со славянофилами. Кстати, несмотря на разногласия со славянофилами, Герцен и сам считал, что социализм в России вырастет из крестьянской общины. Дело в том, что он был слишком разочарован политическим строем Западной Европы. В 1840-х годах Герцен остро критиковал крепостический строй в романе «Кто виноват» в повестях доктора Крупов и Сорока Воровка. В 1847 году Герцен уезжает из России, чтобы избежать гонений и каторги. За границей он не бедствует, живет на огромное состояние, унаследованное от отца. В Лондоне Герцен издает знаменитый сборник «Полярная звезда» и журнал «Колокол», в которых требует освобождение крестьян, отмены цензуры, классного суда и других реформ. Труды Герцена не пропали даром. На его идеях было воспитано молодое поколение революционеров. 6 апреля 1836 года близ города Дубоссары в Молдавии родился Николай Васильевич Склифосовский, выдающийся русский хирург. Он учился на медицинском факультете Московского университета. По окончании в 1859 году стал работать в Одесской городской больнице. Там через 4 года защитил докторскую диссертацию. Как хирург Склифосовский стал хорошо известен в России уже в первые годы своей практики. Затем по рекомендации знаменитого хирурга Пирогова ему было предложено возглавить кафедру хирургии в Киевском университете. Когда об этом стало известно в Одессе, городская дума собралась на экстренное заседание и вынесла постановление. За заслуги Николая Васильевича Склифосовского и приносимую им пользу городу и больнице предложить ему профессорское жалование с целью удержать его в Одессе. Склифосовский все же уехал. Сначала был в Киеве, потом в Петербурге. Ему мало было лишь практической медицины. Он хотел еще и преподавать, передавать свои знания. Северная столица встретила ученого неприветливо. Один из профессоров Коржевский на лекциях говорил студентам. Не смешно ли, что такой крупный человек, как Склифосовский, боится таких мелких творений, как бактерии, которых он не видит? Это по поводу асептики и антисептики. Новых методов для своего времени профилактики и обеззараживания ран, введенного Склифосовским. Николай Васильевич, будто не замечая этого, работал в клинике и в аудитории. Студенты восхищались его искусными приемами, его техникой операций. Также учились у Склифосовского умению расположить к себе больного, вызывая у него чувство безграничного доверия. Во время его лекции аудитория всегда была переполнена. Клиника Склифосовского стала излюбленным местом для занятий студентов. Здесь они самостоятельно проводили перевязки, дежурили по ночам, ассистировали на операциях. Склифосовский участвовал в четырех крупных войнах в Европе в качестве рядового хирурга и консультанта госпиталей. Он не только оказывал хирургическую помощь раненым, но и обучал медперсонал. Очевидцы рассказывали, что он несколько суток почти без сна проводил в операционной. Большую помощь ему оказывала жена, Софья Александровна. Ухаживая за ранеными, переносила все невзгоды их походной жизни. Склифосовский прооперировал около десяти тысяч раненых. О нем высоко отозвался Пирогов. Заслуживает признательности всех друзей человечества. Ученик Склифосовского, профессор Спижарский, писал. За 30 лет службы в Московском государственном университете он создал школу хирургов и поставил свою клинику в уровень с лучшими европейскими хирургическими клиниками. Свой опыт Склифосовский обобщил в трудах, которые не потеряли своего значения и теперь. Он умер в 1904 году, а в 1923 его именем был назван Институт скорой помощи в Москве. 6 апреля 1841 года в Ярославской губернии на свет появился Иван Захарыч Суриков, русский поэт. Его отец работал приказчиком в Москве. Туда-то, весной 1849 года, Суриков и переехал вместе с матерью. Иван любил много читать, но родители всячески препятствовали его книжным увлечениям. Несмотря на это, Суриков начал писать свои первые стихи, которые, увы, не дошли до нас. Поэт их уничтожил. В начале 1860-х годов Суриков начал печататься. Поэт Алексей Плещеев помог молодому Сурикову напечатать стихи в журнале развлечения. Затем произведения Сурикова появились в воскресном досуге, иллюстрированной газете. Непонимание со стороны отца заставило Сурикова уйти из отчего дома. Иван Захарович работал переписчиком бумаг, наборщиком. Однако безденежья и неудачи тяжело отразились на его здоровье. И он снова вернулся к отцу и принялся за торговлю. В 1871-м вышел первый сборник его стихотворений. Спустя еще несколько лет Суриков был избран членом общества любителей российской словесности. На его стихи писали музыка Ичайковский, Кюи, Гречанин. Многие его стихи воспринимаются сейчас как народные песни. Малороссийская песня. Я ли в поле, да не травушка была. В степи, в народной обработке степь до степь кругом. Рябины. Помнишь, что стоишь качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. 6 апреля 1933 года в Москве родился Станислав Андреевич Любшин, русский актер театра и кино, кинорежиссер. В 1959 году окончил театральное училище имени Щепкина, был актером театра «Современник», театра на Таганке, театра имени Гермоловой, театра на Малой Бронной. Ныне Любшин играет в Московском художественном театре имени Чехова. Известность к нему пришла после роли, сыгранной в фильме Марлена Хуцеева «Мне 20 лет». А этот фильм стал своеобразным дебютом целого поколения кинематографистов. Но тут достаточно вспомнить, что даже эпизодические роли там исполнили Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский. Позже актера ждал триумфальный успех за исполнение роли советского разведчика Йогана Вайса, он же Александр Белов, в фильме «Щит и меч». Также большой удачей актера стали фильмы «Монолог», «Печки-лавочки», «Пять вечеров», «Кинза-дза». Всего Любшин снялся в более чем 80 фильмах. Если ты подумаешь, что это хреновый метро-нклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатландской башке. Кратчайшим путем в цех. Марш! Сегодня 6 апреля, наша программа «День веков хронограф» подходит к концу, и давайте заглянем напоследок в народный календарь. В этот день Православная Церковь почитает святителя Артемона и епископа Селевкийского. Коли ночь теплая, весна дружная. «Если сойдет к этому дню снег, сойдет насовсем, если нет, пролежит долго». Родившиеся в этот день очень чистоплотные, им следует носить аметист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова